...надерживаться, дать вам практику, чтобы не командовать. АВВГ, это сны. Сны, сны очень-очень большая тема, она у меня есть, вторая, наверное, часть моей папки, это сны, она большая, я не знаю, там страница 40, наверное, у меня тема снов. Я говорю, как-то мы ее попробуем, и как-то я решил один день сделать сны. Я, короче, смотрю, уже в середине обучения, люди попадают уже в практику. Они же начинают практиковаться, и я решил засечь, получилось где-то, если вычесть перерывы, на обед и ужин, где-то получилось 8 часов, то есть это очень большая тема. Поэтому, может быть, когда-нибудь мы сделаем такой семинар на несколько дней, где мы поговорим о снах, но это очень-очень большая тема. И в Писании мы видим, Бог очень часто говорит, что через сны давал пророчество, давал наставление через сны, то есть очень-очень большая тема. Во сне можно испытывать полный спектр всех ощущений. В Писании это написано как состояние иступления, но... Да ладно, давайте так и напишем, иступление. 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 И давайте еще восхищение в духе, да, вот так вот. А то, по-моему, я в Пургесе писал тоже иступление, которое, ну, российно говорил, как бы, ну, трансы, потому что люди понимают, я думаю, потом в интернет оставляют, люди считают трансы, но, чё, чё мне там вообще лучше говорить? Эти люди странные, трансы какие-то, ну, что-то мы понимаем, потому что у нас, как ты говоришь, люди, ну, не все понимают иступление, иступление, иступление. То есть, ну, от нас как-то более понятно, что мы по-какому разу не жили. Ну, поэтому пусть будет иступление. Опять же, в Писании очень много говорится о том, когда люди Божьи переживали состояние иступления, когда люди, ну, Бог их брал в духе, куда-то войдет, что-то показывал. То есть, к этому очень-очень много примеров. И вот в этих состояниях приходит очень-очень мощное откровение. Очень мощное. Ну, я вам покажу Писание, что если бы в этом... Всё в этом сцене тоже можно допускать ошибки. Мы посмотрим потом Писание. У нас было несколько случаев, когда люди на семинарах переживали вот эти вещи. Был случай даже у нас как-то с братом Александром, в том числе, в том числе, что-то подобное мы испытывали. Вот. И в этом состоянии иступления, состоянии восхищения, уже ощущение реальности, наверное, теряется полностью. Полностью. То есть, ты уже всё, ты в духе. Бог тебе там что-то показывает, дает тебе различные откровения и прочие-прочие вещи. Опять же, не буду перечитывать эти места Писания. Хорошо. И, наверное, последний пункт, который относится к духовному зрению, это явление. 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 Это когда... Духовный мир приходит к тебе. Является тебе. Здесь, опять же, может быть полное ощущение потери чувства реальности. Если вы помните, когда ангелы приходили к мастухам и говорили о рождении Иисуса. Очень яркий пример явления – это когда Иисус преобразился перед учениками. Вы помните, даже в России есть праздник такой. Преображение, вы знаете, не знаю, есть полка и нет. Его празднуют и православные протестанты. То есть, когда Господь преобразился перед учениками. Это уже было состояние явления, когда духовный мир пришел к людям. И, знаете, я понимаю, по практике вижу и вижу в Писании, что... Что вот внутренние видения, если мы служим, мы можем их проецировать. Даже в моменте заострения внимания мы это тоже можем проецировать для служения людям. То есть, ну вот состояние явления, состояние вступления – тебе тяжело спроецировать. Это если только Бог тебя выведет. То же самое есть сны. Не, ну, конечно, там святябрь и ахтябрь, может быть, мы своими мыслями спроецировать. То есть, есть вещи, которым мы служим людям. Потому что мы сейчас говорим о служении людям. То в большинстве случаев мы служим именно внутренними видениями. Ну и периодически открыли. Но в основном, как мы это делаем, да? Приходит человек, мы закрываем глаза, не закрываем его запросы, получаем какую-то картину. Наверное, мы вам показываем, как мы это делаем. Хорошо. С духовным зрением вроде как разобрались. Давайте следующее. Я это стираю. Опять же, вам нужно понять, что, может быть, из этих вот пунктов, там, А, В, В, Д или подпунктов, может быть, в вашей жизни будут только... Ну, внутренней идеи. То есть, может быть, мы никогда не будем переживать искупление или явление. Ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. То есть, нам нужно просто понимать, чтобы когда это с нами происходило, мы знаем вообще, что с нами происходит. И знали, что это у нас есть объяснение в Писании. Второе, о чем, ну, как тоже очень часто Бог дает различного рода откровения, это духовный слух. Писание, опять же, говорит, и я приводил это в начале, что овцы мои, они слышат голос в море. То есть, а как они слышат? То есть, нам нужно понимать, что Писание говорит, что имеющий ухо, да, слышит, что Дух говорит церковь. Но вроде уши есть у всех, как бы, да, а как же слышать? Поэтому нужно понимать, что наши духовные уши, они тоже должны быть открытыми для того, чтобы слышать, что Бог говорит нам. И духовный слух можно тоже поделить на несколько таких подкатегорий. То есть, как Бог может работать через наш слух. Первое, пункт А, это мысли. Это могут быть спонтанные мысли, наводящиеся мысли, какие-то размышления, какие-то воспоминания. Буду все это записывать, так вот, сжато мы назовем это мысли. Мысли. Опять же, мы видим, что очень часто Господь и в Писании в нашей жизни работают через мысли. Кто, я не знаю, когда-нибудь проповедовал, ты знаешь, что тебе нужно проповедовать, там, в воскресенье, не знаю, когда у вас служение. Ты приходишь домой, ты начинаешь молиться, начинаешь, там, читать Писание, у каждого посоли, и Господь дает какие-то мысли, какие-то откровения. И ты начинаешь их переваривать, ты начинаешь их записывать, соединять, ты видишь, что у тебя получается проповедь. Или ты думаешь, мы читаем Писание, вдруг какое-то откровение, как мысль пришла. Ты думаешь, вот это да. Ну, потому что никто ж будет не говорил, вот никто здесь не стоит. Но когда ты читаешь глазами, где приходит мысль. Когда я служу людям, очень часто Бог через мысли дает какое-то пророческое слово для человека. Наставление, утешение. Иногда Бог даже дает вспоминать каких-то людей. То есть ты думаешь, почему я там о Ване думаю. Ты общаешь с человеком, а у вас там нюансы, или может быть ситуация, которая проходила у вас. И ты понимаешь, что тебе может помочь человеку, потому что ты видел, как этот человек проходил. Более того, мы видим, что даже Иисус, Иисус, есть места Писания, когда Он даже мог понимать мысли людей. Помните это место? Когда Он уразумел духом своим, что они так помышляют в сердце своем. Зачем он так думает? То есть уразумел, то есть понял их мысли. Если уж такой более дословный перевод. То есть Иисус даже мог понимать мысли людей. То, о чем люди думают. Я вас к этому не призываю, но тем не менее мы видим, что это и есть Писание. Хорошо. Пункт В. Назовем так. Звуки и слова из духовного мира. Понятный пишут. Я вот и стараюсь. Ну, нет, это все равно такое. Звуки и слова из духовного мира. Опять же, не знаю, переживали вы это или нет, но как будто кто-то тебе говорит. У кого рядом нету, и есть, даже есть, эти люди могут этого не слышать. Как это было с Саумом, когда Бог его остановил. И говорит, Саум, Саумом, что ты будешь, я услышал этот голос. А люди, стоявшие вокруг него, они не слышали этот голос. Если вы помните, когда Иисус пользовался Самуилу, да, а он бегал к своему наставнику и говорит, ты звал меня, он говорит, нет, я не звал тебя. То есть, он слышал голос Божий. И в нашей жизни мы тоже можем это переживать, когда Бог может говорить. Опять же, это может быть гром, да, как гром, прямо как будто тебе кто-то уши глядет. Может быть, это тихо, это всегда по-разному. И поэтому, когда мы служим людям, я говорю, что мы всегда настроены на то, что будем выглядеть. И всегда мы настроены на то, что будем услышать. Опять же, Бог может работать в комбинацию. Он может что-то показывать и ничего не говорить. А может, наоборот, кто-то говорить и ничего не показывать. Он может и говорить, и показывать. То есть, различные комбинации, надо зацикливаться на чем-то одном. Поэтому я стараюсь, чтобы я всегда был открыт, чтобы мои глаза, мои уши, то, о чем будем говорить дальше, чтобы оно всегда было открыто. Хорошо. Следующий подпут из духовного слуха – это уже голоса и звуки из физического мира. Нет, сокращенно живу физического. Физического мира. То есть кто-то может говорить проповедь. То есть ты слышишь его голос, и тебе приходит откровение. Ты можешь слушать музыку, и тебе приходит откровение. То есть посредством голосов или звуков из физического мира мы также можем получать откровение. Бог также может говорить нам через это, почему мы слушаем проповеди. Не потому что нам нравится голос того или любого проповедника, а через это приходит откровение. То есть это как один из элементов достижения откровения в нашей жизни. Бог может с вами говорить. Боит ли Бог с вами через проповедник? Конечно, говорит. Боит ли через вас? Конечно, говорит. Поэтому можно также понимать, что это тоже один из инструментов, через который Бог может доносить нам различного рода информацию и откровения. И то, о чем мы говорим, на каждом есть свидетельство нашей жизни, там, я не знаю, то, что происходило, но, опять же, нет времени, чтобы это все рассказывать, в рамках школы мы все это рассказываем, показываем, читаем места, писали, анализируем, смотрим. Хорошо. Дальше. Третий пункт. Третий пункт, как Бог хочет и может говорить с нами, это духовное осязание. Ну, или прикосновение по-русски. Духовное осязание или прикосновение. Опять же, мы видим в Писании, что Бог касается нас. Бог говорит о том, что мы можем его ощущать, что мы можем его переживать. И как Бог может давать нам переживать себя, или какие-то вещи Он может давать пророчеству. Опять же, есть несколько подкатегорий. И пункт А, это переживание, ну, или ощущение в теле. Почему тело человека слабеет, когда он падает, когда у него слагают руки, тело его слабеет, когда он падает? Потому что, что-то происходит, Бог как-то его касается. Касается в том числе его тело, что оно не может стоять. В Писании мы видим, что когда приходили ангелы с различной информацией, как же люди у него, тело человека не выдерживало, и он падал. Мы видим, что Иисус чувствовал, как сила выходила из него. Женщина почувствовала эту силу. То есть, мы можем ощущать прикосновение Бога в нашему телу. Но, опять же, очень часто, если мы служили людям и верующим, когда ты молишься за их исцеление, они что-то ощущают в своем теле. Там огонь, холод, всегда по-разному. Но Бог дает какие-то переживания к телу человека. Я сейчас хочу, чтобы вы поняли меня правильно, что когда ты служишь исцелением, Бог также может давать переживать тебе о различные вещи, которые происходят в теле человека. Я не говорю, что ты берешь болезнь на себе или еще что-то. Это подобное, как, я не знаю, если у человека болит, Бог может тебе дать ощущение в твоем теле. Это будет не ощущение боли, тяжело назвать, потому что сталкиваешься с этим часто, когда писать, не знаю, не часто, но периодически, такой дискамфорт или как-то, что-то тебя там слегка уколол. Очень тяжело описать, но я уже просто понимаю, что Бог, скорее всего, говорит о том, что у человека есть проблема в том или ином, в той или иной части тела. Хорошо, пункт В – это душа. В душе, да? Не в душе, а в душе. Хотя я в душе, Бог мой, перед себе не переживаться. В душе, то есть наши эмоции. Опять же, писал мне очень часто говорит о том, что, вот, Давид пишет, «Как тукром и леем насыщается душа моя», то есть наши эмоции. Сами, мы должны радоваться с радующимися, плакать с плачущими и так далее. То есть, почему люди очень сильно переживают Бог, когда каются на эмоциональном уровне, они плачут? Почему это происходит? Потому что Бог касается их эмоциональной составляющей и души. Почему люди, я не знаю, замечали мы или нет, когда служили, люди, которые жили в отверженности, жили в горечи, жили в депрессиях, Бог исцеляет их смехом или радостью. Почему они смеются? Потому что Бог касается состояния их души и заменяет горе на радость. То есть, Бог касается нашей эмоциональной составляющей, его может переживать Бога на эмоциональном уровне. И пункт «В» – это переживание в духе. Мы видим, что Иисус радовался духом. Об этом будет писание. Павел возмущался духом. Иисус возмущался духом. То есть, это тоже происходит. Мне нужно путать состояние души и духа. Это все-таки две разные составляющие. Их до разных переживаний. Я вам расскажу одно свидетельство, потому что я думаю, что их очень много. Но одно вам расскажу по пункту «Б». Именно в душе. И мы будем двигаться дальше. К данное собрание приходило, мы сейчас уже переехали в город, женилась одна сестра. И у нее были, ну, определенного рода детей, нет, сексуальные проблемы. То есть, была проблема в этой сфере, у нее было мужа, и поэтому она очень часто как-то бунтила. И она приходила на собрание, вот, и, знаете, многие там помогали, знаете, вот на первых парах, ну, помогаем, возимся с людьми. Потом, ну, как бы, по каким-то обстоятельствам она проходит, полгода, год, и ты думаешь, слушай, ну, она не хочет это доставлять, ну, что я буду тратить у нее время? Ну, уже достал, ну, сколько можно? Тридцать раз ей говорили, помогали, и к себе домой брали, и на замок закрывали, ну, и работали, и молились, и освобождаем. То есть, ну, сам человек не хочет, да и не хочет, короче. Не хочет. Вот. И у меня уже тоже было такое, ну, знаете, уже, ну, сколько можно ей служить? Ну, ты только-только ей служишь, только она в твое время занимает, ну, сколько уже можно, действительно. И была начиная молитва, и она также пришла, и, как бы, ну, уже, ты знаешь, это было только вот в самом начале моего служения, думаешь, ну, ты же, ну, чего она прикрылась, короче, ну, ты пришел помолиться, она же опять не все твое время забивает. То есть, мы сейчас помолимся, и все равно, как у кого-то свои проблемы, то есть, не сефир забьет свои проблемы. И я, ну, молюсь, как бы, и я смотрю на нее, и Бог вот это по-особенному что-то произвел в моих эмоциях, это даже тяжело описать, но несколько секунд я почувствовал, вот, знаете, не человечество, а Божья любовь по отношению к этому человеку. Я настолько сильно пережил вот это состояние того, что Бог ее любит, что Бог за нее умер, и это было, ну, нереально мне описать словами, это было очень-очень мощное переживание. И в какой-то момент я понял, что очень часто мы ставим на людях шаблоны, ставим какие-то бирки или ярмарки приклеиваем к этим людям, и действительно Бог говорит, что у вас должны быть те же чувствования, какие у Христа Иисуса. То есть наши чувства должны быть же быть такими, как у Бога. Я пережил вот это чувство любви, и я понял, что вот насколько Бог сильный и любит. И так как я инструмент в руках Бога, то есть, ну, хочу я или не хочу, не нужно помогать дальше этому человеку. Прошло какое-то время, у человека вышла своя проблема, сыграл свадьбу, сейчас живет в другом городе, хорошая семья, все прекрасно. Поэтому это вот такое одно и свидетельство того, как Бог дал мне пережить, для того, чтобы просто работать дальше с ним. Пункт четыре – это духовное обоняние. Духовное обоняние. Ноги и зад. Писание говорит, что мы в духовном мире имеем определенного рода запах. Многое считают, на одних мы запах живительный, на других запах смертоносный. Мы видим, что наши молитвы имеют определенного рода запах перед Богом. Более того, хочу вам сказать, что когда мы служим в освобождении, бесы тоже проявляются иногда через боль. Духовное обоняние стоит неимоверное. Люди вокруг могут чувствовать, могут не чувствовать, всегда по-разному. Можешь чувствовать ты, если не молишься с кем-то, может чувствовать компания. Но бесы пахнут очень-очень отвратительно. Если вы когда-то занимались эксорцизмом, служением освобождением, может быть, вы когда-то с этим сталкивались. Я тоже сталкивался с этим периодически, и продолжаю сталкиваться с такими одни тоже таких из моментов, когда я первая с этим сталкивался. Я тоже рассказывал об этом в Бургесе, когда мы молились за одну сестру, и я думаю, что за боль такая стоит. И не мог очень долго понять, что за боль. Она не чувствует этой воню, а мы с женой как-то молились, мы с женой чувствуем этот отвратительный запах, а сестра, которая сидит, она не чувствует. Я уже говорю, в одну комнату, в другую, вроде окна закрыты, я думаю, что так дома-то воняет. Не то чтобы дома, то есть я выхожу из своей комнаты, нам не воняет. Я думаю, может, из холодильника, я иду в холодильнику, здесь тоже не воняет. Я возвращаюсь обратно в комнату, а в комнате воняет. Я думаю, что вы сейчас просите, окна закрыты, что откуда говорят. И потом я думаю, слушай, наверное, она получает какое-то освобождение, чем-то. Но опять же, вы знаете, что бесы не воняют, и весь принцип плохой, все плохое пахнет, и все хорошее пахнет, хорошо. И с другой стороны, когда такое помазанное, классное служение, ты можешь ощущать как бы такие нотки приятного запаха. Могилей, я не знаю, запах роз, всегда пылает по-разному. То есть Бог тоже дает тебе это переживать. И пятое, то есть обояние уже никак не поделительное, никакие подпункты, это духовный вкус. Духовный вкус. Опять же, мы видим в Писании, что когда люди получали различные книжки, антарм, белок и слитки, они их кушали и ощущали какие-то вкусовые качества этих книг. Иисус говорит, что так как ты не холоден и не горяч, я исторгую тебя, Иисус Морик. Ну, выплюнул, по-русски, да? То есть я выплюнул тебя, потому что ты не холоден и не горяч. Знаете, вот, опять же, это, наверное, бывает и так часто, но я заметил, когда ты проповедуешь, говоришь Евангелие, ты можешь ощущать такие, или ты общаешься с Богом, такие сладкие нотки меда или что-то вот в этом моменте в твоих губах может возникать. Или когда ты общаешься с человеком, у которого сильная демоническая природа, которая живет в Ихар, то просите, тебе, потому что плевать хочется. Вот как-то даже не подсознательно тебе хочется плевать. Я помню, мы как-то идем с Сашей по Крыму, по-моему, это было. Мы служили в Крыме и кто-то идет там с нами, я уже не помню точно. Вот рассказывают о каких-то, ну знаете, как я говорю, гомосексуализм, да? Вот рассказывают, что тут в этом роде, а я люблю такой, раз, плюру, то есть мне не свойство ходить и плюваться везде, а вот что-то идет, кто-то там рассказывает о грехе гомосексуализма, о духе гомосексуализма, я что-то иду, раз, плюру, два, плюру, а потом мне брат Александр говорит, ты заметил, что ты плюешься? Я думаю, не могу, да? Он говорит, ну просто, ну ты не можешь, ну то есть тебе это неприятно, как сущности, то есть как Бог говорит, ты не голый, не горячий, а выплю на тебя. Поэтому здесь такой же принцип, все вкусно, вкусно, это хорошо, все, не вкусно, это плохо. Поэтому Бог может тоже, чтобы мы достигли тех целей, которые Бог поставил перед нами. Если Бог что-то открывает для нас, это для чего-то. Если я иду к человеку, я не концентрируюсь, как Бог сейчас будет со мной, я концентрируюсь на том, чтобы привести человека к Христу, используя дары Духа Святого. Это же дары, они даны для чего-то. И знаете, я замечаю, что очень многие церкви, они своего рода расчленили Духа Святого. На дары, на плоды, а только вот так, а только вот эти плоды, а только вот эти дары. А у меня только вот этот дар, а у меня только вот этот дар. То есть мы расчленили, и люди не понимают, что самый большой дар, это и есть Дух Святой. И в Духе Святом есть всё, понимаете? Есть абсолютно всё, что тебе нужно для эффективного служения людям. Поэтому я не против того, чтобы мы расчленили. только вот это, я только толкну языки, я только межувидение, я только исцеление. Нет, в Духе Святом есть все. И это необходимый инструмент для того, чтобы приводить людей ко Христу, для того, чтобы управлять. Это как инструментом. Открыл у кого есть автомобиль, у каждого есть. У тебя есть, как он называется, ящик для различных инструментов, ящик, и ты же не идешь, вот и вот, ты, у тебя просто есть ящик, есть все ключи, трещоточки, галечки, отверточки. То есть у тебя есть полный комплект. Ты приезжаешь на автостанцию, у них есть полный комплект, как отремонтировать твою машину, различные инструменты. И они их используют. Но мы же не знаем автостанцию, станция одного ключа или станция одной отвертки. То есть называется автостанция, она уже подразумевает, что там есть все для ремонта, твоего Так же и Дух Святой, где у него есть все инструменты, все дары, все плоды для того, чтобы эффективно служить. Поэтому мы против расчленения Духа Святого, мы против этой практики. И иногда люди говорят, у меня только этот, ну, как бы окей. Я понимаю, что тогда люди дальше не пойдут, если они сами ограничены Духа Святого. Они говорят, только этот, ну окей, если только этот, хорошо служить хотя бы этим. Потому что говорят, у меня только это, и этим даже не с ним. Хорошо. Это все, что касалось первого пункта, получения. Я это все стираю. Сейчас мы поговорим с вами о следующем и, наверное, одним из самых важных пунктов пророчества и служениях. Я хочу, чтобы мы его хорошо поняли и усвоили. Давайте без перерыва, да, пойдем к пророку. Я вытяну вас в 30 минут назад. Это истолкование. Истолкование того откровения, которое ты получил. Не важно, как ты его получил. Видел, услышал, почувствовал. Истолкование того, что ты получил. Знаете, я замечаю, что говорят, ой, это было лжай пророчество, или то, или то. Знаете, я замечаю, что люди действительно что-то видят от Бога. Действительно что-то видят, что-то принимают. Я говорю, это не проблема для верующих людей. Получить что-то вообще не проблема. Проблема вот с этим пунктом истолкование. Когда люди говорят, ой, это было лжай пророчество. И когда ты общаешься с человеком.